Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о семье Адамян-Сытники. Перед тем, как перейду к обзору, хочу сказать, ребята, у нас родился Коки. Кто он, мальчик или девочка, вы узнаете сами. Так что наша семья на моём YouTube-канале Адамян-Сытники разрастается. Теперь есть Коки, завтра узнаем пол и увидим, как этот замечательный ребёнок выглядит. Ну и так, перейдём, конечно, к самим обзорам. Ребята, очень посмеялась с последнего видоса, там, где мама рассказывает, какую головную боль приобрёл Эдик. Дом купили они, а пахать приходится Эдику. Вы знаете, смотрю на этих тружеников в поле и колхозах, и мне становится смешно. Неужели ТВ действительно верит в то, что Эдик её впахивает? Что он как-то работает так много и усердно, и делает такой какой-то серьёзный объём работы, который, по большому счёту, не делает никто, кроме её Эдуарда? Неужели человек настолько какой-то, я не знаю, зацикленный на собственном сыне и не видит, что происходит вокруг и кругом? Все мужики работают. Ребята, покажите мне нормального мужика, который не работает и не пашет, я не знаю, там, при нынешней жизни, там, в две силы, в две, в три силы, в две, в три мощи. Но только нет, только Эдик вот такой вот. И гробит себя мальчик на каком-то там сраном огороде. И надо, действительно, земля не нужна, закатать её, не знаю, там, травкой засадить, ёлочки посадить, и будет счастье. И тогда вообще не понимаю, а зачем был этот частный дом? Понятно было изначально, что Гульнас в нём не работник. Эдик тоже не работник, никакой жирностью там пахнуть и не может. Огород, понятно, тоже никто не будет сажать. Зачем был этот переезд, к чему, непонятно. Вот здесь я согласна с Амвелом на 100%, что переезжал Эдик исключительно ради контента. И я об этом ранее говорила. Потому что, действительно, на переезде он поднял просмотры, он привлёк новую аудиторию и канал стартанул. И, конечно же, Эдуард рассчитывал на то, что это будет вечно. Но ничего не вечно под луной. Не знаю, канал скучный, пресный, очень однообразный. Ничего абсолютно интересного нет. Нет, не знаю, вечно никакая Гульнас, вечно страдающий, болеющий Эдик. Ну, вот как бы и всё. Опять-таки, канал мог продержаться, его канал мог удержаться только в том случае на плаву, если бы армянские родственники не открыли свои каналы. Я, ребят, не смотрю их каналы, честно, даже не знаю, как называется. Оно неинтересно, да. Ну, а сам факт, конечно же, так Эдик делал контент на них. Кушал, скажем так, вот этот большой жирный пирог самостоятельно. А здесь, так как появилась армянская семья, и они тоже решили стать блогерами, влезли в это, то уже этот пирог делится на несколько частей. Что, конечно же, Эдуарда не устраивает и уже подумывает о переезде. И, кстати, Коки тут даёт дельные советы продавать дом в Суворовке и переезжать срочно в Украину. Покупать здесь квартиру, и здесь было бы, конечно, счастье. И сам Вэл под боком, и Коки, и сама ТВ, вот это была бы реклама. И, конечно же, рост канала. Но мама объяснила, что не может никак переехать Эдуард из-за того, что он очень горячий, заботливый папа, думает о будущем девочек, поэтому переезд невозможен. Девочкам нужно учиться. Они подают большие надежды, перспективные девчонки. Ну, в общем, знаете, называется плохому танцору, и яйца мешают. По большому счёту возникает вопрос. Ну, хорошо, скажем так, здесь, допустим, девочкам было бы тяжело из-за того, что они не знают языка. Ну, простите, а как у нас учатся в стране европейские студенты? Студенты, которые приезжают с разных уголков мира, и не каждый из них даже английским языком владеет. Как же они осиливают все азы науки? Ещё и в медицину прутся. Представляете, здесь русский и украинский язык, который достаточно схож между собой, но девочки не осилят. И опять-таки, вот удивляет меня забота Эдика в этом плане, как мама выразилась, уехать с Белебея в Суворовку, неужели там лучше образование, или лучше какие-то престижные вузы? То есть, непонятно, да, шила на мыло, как по мне, променял. Но мама, конечно же, топит за переезд. У мамы Белебей плохой, потому что там, понятно, папа. Вот если бы там не было папы, мама бы сказала, сидите и не рыпайтесь. А здесь, оказывается, Эдик уже и о здоровье Гульназки позаботился. И о девочек будущем и перспективах. Ну, прям папа года никак не иначе. Ну, и далее, конечно же, начались разговоры о том, что армянские родственники, типа, загоняют Эдуарда в опу, и из-за этого не развивается его канал. Никто бы его абсолютно не загнал, если бы у него был свой интересный контент. А так, ребята, ну что он может показать? Я не знаю, я когда смотрю его, вот для меня это снотворно. Вот включил, да, снотворный порошок вот этот вот, и просто засыпаешь. Настолько, не знаю, какие-то примитивные, вообще скучные люди, настолько все однообразно, все оживается только в том случае возле Эдика, если они едут в гости, либо гости приходят к ним. А так, ну, тоска смертная и скука. Но мама, опять-таки, тут же Самвелу говорит о том, что мог бы и прорекламировать в очередной раз канал Эдика. Но мама не понимает следующее, что, скажем так, все, кто хотели, прекрасно знают, что у Эдуарда есть канал. И кто хочет, его, конечно же, смотрит. Может быть, кому-то заходит, ребята, ну это такое, да, о вкусах не спорят. Скажем так, сильного трэша там нет, потому что Эдик на это не способен. Он пытается играть в слишком хорошего, в слишком идеального такого слащавого. Ну, мне такие мужчины изначально не импонируют, тем более, если я начинаю в этом видеть какую-то фальшь, какой-то подвох. Ну, кому-то, возможно, нравится. Понятно, что, например, в сравнении с Самвелом, так Эдик вообще прям куда там, ребята. Ну и понятно, у мамы он любимец. Мамочка очень переживает по этому поводу, что вообще творится с Эдиком. Но так как я поняла, что переезду все-таки быть, как обмолвилась сама ТВ в этом ролике, по поводу того, что пишут в комментариях, зачем он делает ремонт. А ТВ понимает так, что делается ремонт для того, чтобы дороже продать вот этот уже изначально дом. Вы знаете, для меня вообще, вот Самвел правильно сказал, поехал за контентом. Для меня эта покупка вообще абсолютно непонятна. Зачем, да, если у тебя, у жены проблемы с ногами, это явно говорит о том, что она не сможет тебе оказывать никакую помощь. И все это ляжет на твои руки. Ну вот хотелось Эдику поработать, да, заняться ремонтами, строительством, скажем так, поработать над этим контентом и заработать денег. Но я думаю, что вот опять-таки, если он отсоединится и уедет со Ставрополя, да, и поедет в другое куда-то место, там у него все-таки больше шансов оживить свой канал, потому что опять-таки все кинутся посмотреть, куда же он поехал, куда переехал и что опять-таки купил. А так, я думаю, канал будет и дальше его проседать, и проседать конкретно. Потому что все-таки армянские родственники за счет численности, да, очень много родни, девчонки молодые катаются по родне, как бы и снимают контент. У них контент более, конечно, разнообразнее, чем у самого Эдика. Ну и Коки в этой же теме полностью поддерживает ТВ, что нужно избавляться от дома, нужно куда-то переезжать, двигаться дальше. Он тоже решил своим пахарям, труженикам села, я не знаю, и колхоза полностью убрать весь огород от родителей, все закатать газонной травкой и посадить им туйки. Они тоже упахиваются. Ребята, когда он это сказал, мне стало настолько действительно смешно, я хотел сказать, болезненно, а на чем они там упахиваются? Я не знаю, на 10 кустиках рассады, ребята, ну согласитесь, там даже нет реально полноценного дачного участка. Какой-то клаптик непонятный, там 3 на 3, 5 на 5, ну в общем не разгуляешься, и они даже на нем упахиваются. Ну куда там действительно упахались? Пахать там трудиться и не переработаться. Вы знаете, ребята, настолько смешно выглядит, оказывается, Андрюша и Света очень больные люди. Ну ладно, там засветанные диагнозы мы слышали, но Андрюша очень такой подтянутый живчик, который, видно, по жизни никогда не перенапрягался и не перерабатывал. Так в чем проблема? Действительно, уже эти несчастные там 3 сотки земли не осилить толпой, ну вот как-то смешно. Но оказывается, и они устали, и не будет у них огорода, как сказал Коки. Ну а понятно, раз Коки так сказал, значит так и будет. У них в семье по-другому не бывает. Главенствует Коля, и вот Коля на слово решающее и последнее. Ну а родители привыкли присмыкаться не только перед Адамянами, но и, конечно, перед собственным чадом. Поэтому огородика, который так любит Света, у нее больше не будет. Ну вот так они как-то смешно и странно выглядели, как всегда. Самбал в очередной раз заболел. Кстати, после вот негатива он любитель поболеть резко, на страдания переходить, страдания, боли, болезни. Это его тоже фишка и конек. Ну вот так, ребята, это все выглядело. Продолжение, конечно же, следует. А пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч!